Уникальность эко-марафона в том, что это полноварностный марафон. Один из маршрутов был протяглостью 42 километра 195 метров. Это классическая марафонская дистанция. Ранее в Беларуси на такую долгую отлеглость подчас подобных мероприемств не бегали. Есть Минский полмарафон, а марафона не было. И вот он появился. Зразумело, что переодолись такую отлеглость выросли только самые подрыхтованные спортсмены. Их было около 200 человек. А вось на дистанцию каратей 6 километров 300 метров вышли некальки тысяч человек. Гэты забег назвали корпоративным. И саправды, для уделу з'являлися коллективами – школы, университеты, предприемства и организации. Наприклад, для беларусской нотариальной палаты – спорт – неадъемная отчаска корпоративного життя. Об этом свечать перемоги на международных галиновых спаборниствах. Абысти увагой такое масштабное мероприемство, як эко-марафон, беларусские нотариусы не могли. У вынику на старт пришли амаль 50 аматоров бегу. Такие мероприятия не только поднимают корпоративный дух, не только способствуют укреплению какому-то эмоциональному подъему, укреплению корпоративного духа, общему оздоровлению, но и помогают в дальнейшем достойно принимать участие в международных стартах, в которых у беларусского нотариата есть уже победы, за которые не стыдно, которыми можно гордиться. Маршрут эко-марафону пролягал по центральных улицах Гомеля, а так само праз Гомельский парк. Так что гости, а у делу забегу принимали аматры спорту з розных городов Беларуси, а так само з Украины и Германии, смогли познайомиться с выдатными мястинами Гомеля. Подобные массовые мероприемства для нашей краины у апошние годы, дякуючи работе Беларусской Федерации легкой атлетики, стали звычайными. Их промерковываются до розных святов. В Минску отбелись забеги 23 лютого и 8 саковека. Плануется забег от важных и на день перемоги. Зараз подключаются до этого руху регионы. Это здоровье нации. Поэтому всяческие забеги, которые действительно могут и объединить нас, это политика Федерации легкой атлетики. Поэтому мы выезжаем в регионы, как я вам сказал, в Гомель. Славянский забег пройдет в рамках славянского базара в Витебске. Могилев будет праздновать 850-летие. Мы побежим и в Могилеве. Мы хотим поднять Беларусь и, скажем так, показать, что все это не так сложно, как кажется. Встать с дивана в выходной, в непогоду. И Гомель сегодня показал, что это легко и это радостно. Александр Лупиненко, Максим Савин, Александр Харлампов, телерадо и компания «Гомель». Александр Лупиненко, Максим Савин.